Вот, всем привет! С вами снова Лена из Кипема. Я двигаюсь в сторону автовокзала. Причем в этот раз я шла не по прямой, то есть вдоль набережной, а сюда я шла кустами-кустами, кругами-кругами. Там в моле посидела, потом еще в одном месте капучино выпила. Вот. Так что к вокзалу я подкрадываюсь теперь не с той стороны, откуда я подхожу обычно. Так, секундочку, зонтик. Вроде бы ничего страшного, но не хочется, чтобы даже вот эта мелкая моросящая накапывала внутрь сумки или падала на телефон. Но на телефон все равно падает. Вот, давайте зафиксируем вот так. Так, куда идем? Прямо или направо? Ну, вокзал-то у нас направо. Вот там он. Давайте пойдем сюда. Я уже как-то снимала в этом районе, но я снимала с другой стороны автовокзала. Это район гостиниц. То есть, если вы приехали на автобусе, а многие приезжают в Гуа на автобусе, потому что здесь выходят такие вот слипербасы, причем самые приличные из них даже имеют туалеты. Я, правда, ни разу не ездила в слипербасе с туалетом, но, говорят, прям совсем есть. Я ездила в некомфортном слипербасе. Это был 13-й год. И тогда я ездила в консульство, делала разрешение своей дочке на выезд в Украину. Они ездили со спортшколой в Крым на... Не на Черное, а на какое там? На Азовское море. Вот. Пионерский лагерь. Спортлагерь. После того, как Россия оккупировала Крым, ни я, ни моя дочка мы там больше не были. Но вот в 13-м году я делала разрешение тренеру из спортшколы. У меня дочь занималась плаванием. Ей вообще пророчили хорошее будущее, но в какой-то момент, она когда подросла, она сказала, «Мам, я очень устала, я просто не хочу». Она тогда бросила музыкальную школу. Но ее тогда перенапрягли. То есть она умудряла... Ее сначала отправили на плавание, а потом у бабушки начался бзик, ее отдали на флейту, а потом был бзик у папы, и ее отдали на трубу. Ну, то есть, в общем, одному ребенку воплощать все мечты, мои мечты о плавании бабушкиной, о флейте и папиной, о трубе, было перебор. В общем, ребенок плюнул, сказал, «Отвалите от меня родные родители, никакого плавания, никакой флейты, никакой трубы». Хотя на плавание мою дочку, кстати, тоже подбили в украинском Круму. Мы... Ей было годика четыре. Мы купались на пляже, по-моему, в Ялте. И там была женщина, которая долго-долго за ней наблюдала. Потом обратилась к нам на смеси русского с украинским и сказала, что она чуть ли не первая олимпийская чемпионка СССР. Ну, в общем, она говорит, что мы там за идею, а сейчас, в принципе, это вполне прибыльный бизнес. Она спросила... Нет, Лене тогда было уже шесть лет. Нет, 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 не четыре. Лене было уже шесть лет. Она прыгала в прибое плавать, она еще не умела. И женщина сказала, что у ребенка есть задатки. Жалко, что вы не с Украины, потому что я бы ее взяла к себе в школу. То есть как бы... И пообещала, говорит, мы могли бы из вашей девочки сделать олимпийскую чемпионку. И когда я ее в Питере папе отправила, говорю, Петя, отведи ребенка в бассейн. Он ее повел сначала на синхронное плавание. Там сказали, что ваша девочка прыгает плохо, и попа у нее великовата, поэтому не подходит она синхронного плавания. Ну, то есть фигурка должна быть такая, как у меня, то есть как у вешалки. У меня бедра маленькие, а вот у ребенка у меня не такие маленькие, как у меня бедра. То есть у меня широкие плечи. У меня плечи шире бедер. То есть если бы меня в детстве в плавание отдали, меня, может быть, даже и в синхронное бы взяли. Вот. И тогда он отвел ее в школу олимпийского резерва «Динамо», и туда ее взяли. То есть она занималась бесплатно, причем занималась в школе олимпийского резерва, и прям-таки подавала-подавала надежды. Но потом взяла и свернула все эти надежды. Причем она мне позвонила и говорит, мам, как ты думаешь, то есть ты не против, если я брошу? Я говорю, дочь, ну если ты не хочешь. А потом я подумала... У них начались соревнования, и там какой-то мальчик, у которого папа-тренер был по плаванию, вдруг резко, начав заниматься неизвестно там... В последние годы вдруг резко начал все выигрывать. Я вспомнила, что в русском спорте все на этих самых... Все на допинге. Причем, когда с ребенком заходила в любую больницу, то есть там в какой-то момент проводили, то есть аритмия. У вас, говорит, у ребенка аритмия, меня предупредили, я говорю, у меня ребенок занимается плаванием. А, говорит, это нормально. И мне прямо в больнице начали выписывать какие-то таблетки, там, значит, для сердца, для почек, для печени, для селезенок, я такая, блин, то есть вот мне вот прямо сейчас врачи, по большому счету, то есть здесь это самое, поставят ребеночку аритмию и навыписывают допинга. Прямо вот на ровном месте, прямо вот в городской поликлинике. Как только сказала, что ребенок спортсмен, сразу начали это самое, ставить диагнозы и выписывать очень хитрые медикаменты, которые там улучшают работу сердца, еще что-то. И я сразу вспомнила все эти истории, и говорю, ладно, Лен, был бы это какой-то другой спорт, а русский спорт бросай. Вот. Вот так у меня из дочки не получился олимпийский чемпион по плаванию, потому что мы были не в Украине. Потому что я испугалась допинга, а, кстати, потом я оказалась права, после... То есть эта вся история была до допингового скандала, а потом начался допинговый скандал. А мне грамотные люди сказали, что допинговый скандал начался с олимпийских и других соревнований, там, где на допинг проверяют. А детей-то, юношеские вот эти вот все соревнования на допинг не проверяют. А жрать допинг наши спортсмены начинают там лет с 8-9. Ну вот потому что мне лично, мне прям лично в аптеке выписывали ребенку, то есть как бы это самое, препараты для улучшения работы сердца, и готовы были выписать справку, что у нее аритмия прямо сейчас, и что вот прям ей жизненно необходим этот препарат. А этот препарат находится в списке допинга. Ну то есть вот так медицина у нас работает. То есть, а, спортсмен, давай мы тебе сразу это. Ты еще из пеленок не вышел, а тебе уже рецептик выписали, диагноз нарисовали. А почему я перешла на все это? А я не помню, с чего я начинала. Ну, в общем, пришла я на свой автовокзал. Вот, это внутренний автовокзал, то есть здесь автобусы с этой стороны ходят по Панджиму. Я пройду сквозь вот это здание, с той стороны будут автобусы, которые идут за пределы Панджима. В Мапсу, в Маргау, в Баска. А есть чуть дальше еще одно большое поле, где автобусы, которые идут за пределы Гуа, они идут в Пуну, они идут в Мумбаи. Вот. Но все... Вот это вот, вот с этой стороны, вот это вот реально, то есть как бы... Городской автовокзал. Вот кричат Мирамар, это автобус, который идет к Ринке. А я с Мирамаром сюда пешком пришла. Хотя туда автобус идет минут 30. То есть туда автобусом 30 минут. А я оттуда пешкодрапом пришла, и мне нормально. Но я устала, на самом деле, второй день ходить пешком. Доеду до дому. Опять приму горизонтальное положение. Опять займу. Вон, видите, вон она, вон она дальняя стоянка, вон там. Вот с той стороны. Вот то поле как раз и стоит с автобусами, которые идут за пределы Гуа. Вот оно. Вот там. Вот они опять эти гостиницы. Жалко, что здесь, конечно, неблагоустроенная территория. Вот весь внешний вид, вот эти помоечки, конечно, портит. Так. Ага. А мне же сюда надо. Так, ребята, все, с вами прощаюсь. Что-нибудь, если еще поснимаю, то, может быть, присовокуплю. А пока мне... Пока я с вами прощаюсь. Продолжаем разговор. Вот я внутри автовокзала. Это КТС, по-моему, называется. Обычно я все время отсюда пыталась везти стрель, но здесь, внутри помещения, мобильный интернет не берет. Баз-тикет. Вот. КТС. Сумки. Тряпочки. Ну вот, пройдусь вам немножко, покажу. Вот отсюда у нас идут автобусы на... Васка. Фунда, Маргау. Халем. А вот это мои кассы. Вот они, мои кассы. Вот она, слева Васка. Вот она, справа Маргау. Вот я купила, вот у меня автобус. Надеюсь, это... Вот здесь обычно стоит автобус на Васка. Сейчас мы узнаем, на Маргау это или на Васка автобус. Маргау? Да. Ну вот, все, выключаю. Вот я и моргала. Вот. Потопала. Они тут построились. Думали, я буду рикши заказывать. Да сейчас. Я на автобусе. Я на автобусе за 20 рупий. В общем, никаких рикш я в этом месте заказывать не планирую. Вот они здесь всегда стоят большими группами. Они здесь стоят большими группами. Потому что отсюда чаще всего туристы едут в сторону пляжа. И многие, даже если приезжают сюда... Джокей Джуниан у нас тут. Я в Маргау. И я топаю по тому району, где у нас прям тут... Бутики-бутики! Бутики-бутики! Если вы хотите потратить денег... Гупить что-нибудь. Европейское. Вон у нас пума. Так, не звезди. Здесь вот очки у нас дорогие. Очками дорогими торгуют. Еще что-то. Вот. Это такая экскурсия. Риллианс-плаза. И вот она улица с бутиками. Вот она у нас. Вот она, вот она, вот она. И вот она улица с бутиками. Я почему про нее знаю? Потому что в конце этой улицы останавливается автобус, который идет в мою деревню. Дом Педро. Не Дон, а Дом Педро. Не Дон, а Дом Педро. Дом Педро. Угу. Коллекшн. Джокей. Кто у нас тут еще есть на этой улице? Я по этой улице часто ходила, но почти никогда не делала упор на то, что здесь водятся брендовые магазинчики. Я обычно вас проводила по этой улице, потому что рассказывала, что я иду на автобус. Экспрессо-фудс. Я так понимаю, что здесь кофе, кофе вкусности, кофе вкусности, кофе вкусности. Опять какой-то. Ну, это, по-моему, эти самые золото. Так, еще какой-то. Зе Плюс. Вот какой-то магазинчик Зе Плюс у нас здесь водится. Черно-белая кофточка нравится в шахматном порядке. Так, вот у нас какой-то сактор. Хай-стрит у нас тут. Вот здесь вот я джинсы покупала. Вот. Вот у нас тут какой-то... не могу прочитать. Угу. Вот здесь у нас джинсы. Что у нас тут еще? Волстар фигничер. Не знаю, что это такое. Так, это опять у нас похоже золото. Вот здесь небольшой торговый центрик. Небольшой торговый центрик. Ну, что-то там наверху, я смотрю, все закрыто. Вот здесь вот снизу несколько магазинчиков работают, а так закрыто. Так. Ален Соли. Не знаю, кто такой. ХВЗ. Ну, это джинсы. Здесь всех вариантов, цветов, расцветок, джинсы, рубашки. Классные рубашки здесь. Какой-то Раймандшоп, Самсунг. Там сверху что у нас здесь? Так, дождик. В Райзи Бринг. Там что у нас еще дальше на этой улице? Дальше что у нас на этой улице? Ну, понятно, Бата у нас здесь с обувью. Бата-бата. Большой магазин с большим выбором. Даже бывают мои размеры, то бишь большие, но не всегда. С большими размерами обычно не очень. Дрим. Так, что у нас тут еще? Коттеджи. Не знаю, что это значит. Если вы разбираетесь в брендах. Ой, какой дождина начался страшный. Какой дождина начался страшный. Ужас. Ужас просто. Ужас, ужас, ужас. Ужас, какой дождина страшный. Сейчас у меня джинсы будут не до колена, а до попы мокрые с таким дождем. Надо было их подкатывать. Я вот вчера, когда гуляла, я закатала джинсы. А сегодня я их не закатала и полдня ходила с сухими. Как-то мне повезло, сегодня первую половину дня был слабенький-слабенький. Джек Джоэльс. Вот у нас тут магазинчик. Что у нас тут еще с магазинчиками? АНД какой-то магазин. Не знаю, что это такое. Ким Ким. Опять какое-то золото. Зи Вейм. Стрэда. Я не понимаю, какие я из них. Анд Йорл. Вот это, наверное, какая-то фирма. Вудланд занимает аж целых два этажа. Аурелия. Жио. Ковид. Сланч. Бренд Луп. И на лом. Не знаю, не знаю, не знаю. Тут вот тоже торговый центр. Биг Джи. Внутри в основном индийские товары. А на выходе там это самое. Такая кафешечка с фастфудом. Так, здесь у нас. Ну, судя по бумажке, это Nike, что ли? По вот этому значку. Just do it. Just do it. Я не помню, что это за значок. Но это фирменный магазин каких-то спортивных товаров. Вот. Ну, в общем, тут еще влево-вправо можно пройти, что за магазинчики. Пуны три. Я так понимаю, очки, что ли, или фирм? Энгланд. Еще какие-то фирмы. Тут вот опять какой-то торговый центрик на поворотике. Знаешь, говорю, у нас тут это. И какое-то время скидок. Везде написано, что все по 50%. Ну, это вот прям какой-то Indian style, Indian style. Прям такой. Они в таком на Рождество в церковь ходят, католики. Вот католики в таком на Рождество в церковь ходят. Ага. Строфсы, детская одежда. Buy one get 30%, buy two get 30%, buy three get flat. Ну, как-то так. Вон там еще какой-то торговый центрик на этой улочке. Она коротенькая, на самом деле. Улочка маленькая. Вот. И те, кто у нас хочет купить какую-нибудь тряпочку, приезжают на эту улицу. Она прям с маркета начинается. А я по ней хожу, потому что от маркета... Ну, вот. Там, кстати, строительные всякие магазинчики водятся. Ну, вот опять очередной торговый центрик, да? Ну, я сейчас со всеми постою. А вот сюда должен прийти автобус, который идет в мою деревню. Вот так вот выглядит наша маргау. Так вот выглядит наша маргау. Самый центр. Самый-самый центр. Вот. Всех люблю, всех целую. Склею ролики. Наверное, сегодня после 12 еще один выложу. Или, может, его с задержкой выложить. А то у меня, блин, весь YouTube завален. Доехала до Панжимы. Давай снимать, снимать, снимать. Все. Всех люблю, всех целую. Бай-бай-бай-бай-бай-бай.